Напереды Дни Головного Свята Краины областным громадско-культурным центры «Аншлаг». Заполненная зала собрала представников усих сверхгромадского життя, открывая урочистую частку выступления старшиня Балвакан Кама. Владимир Дворник витает ветеранов и усих присутных, узгадывая, что для Беларуси значит 3 липень и какими намаганиями одновлялся регион после войны. Расповедая об достигнении Гомельшины на сучасном этапе, гонориться саправды есть чем. И, конечно, веншуясь Днем Незалежности. Мы будем непобедимы до тех пор, пока нас укрепляет единство. Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки. Пусть семья царат согласия и достаток. Пусть каждый день приносит вам заслуженный успех, новые достижения и добрые дела. С праздником! И вот хвалюючи моменту, знагороджение тех, кто по выниках 2014 года удостоены звания «Человек года». Первая номинация служу Айчине. На сцену запрашают Александра Чигера, начальника Мазырского гаррая отдела по надзвичайных ситуациях. На дорученной ему территории за пятигодку у два разы снизилась колькость пожаров и гибели на их людей. Утым лику не загинуло ни одного дитятя. Хотя сам номинант ГТД сягнень не лечить не особистой заслугой. Работа была проведена огромная. Хочу отдельно передать свою благодарность службам, которые взаимодействуют с нами, службы профилактики и также районным исполнительным комитетом. Без их и, конечно, свою коллективу, Мозорскому гарнизону. Без их совместной нашей работы не было таких результатов. У номинации «Майстер» человеком года стал кондитер пятого разрада предприемства «Гомельхлебпрам» Дмитрия Антіпенка. У номинации «Открыть сё» чемпион Европы по плаванні Явген Цурхин. У номинации «Призванні» – главный архитектор в области Светлана Кухоцка-Волец. Лепшим керовником признанный директор Калинковецкого мясокомбината Геннадь Курлович. Директор акционерного товариства «Знамя Радимы» Гомельского района Михаил Рубан стал лауреатом у номинации «Человек на земли». А человеком года у номинации «Лидер» признанный генеральный директор Комунального жильевого унитарного предприемства «УНИКОМ» Жлобинского района Михаил Яусеев. Степла признается, для его гета полная нічаканность. За собой таких особых заслуг не замечал. Приятно, конечно, что руководство области меня выдвинуло на эту номинацию. Буду, конечно же, и дальше прикладывать все усилия. Для того, чтобы наша республика цвела и процветала. За годы проведения конкурса гонорового звания «Человек-года» удостоено уже 49 человек. Але нема сумненне, у саправды достойных на Гомельской земли еще не одна сотня иного тысяча. И они, напевно, еще покажут себя. Сергей Негревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель».